Эта штука странной формы, которую вы видите, это вентиляционная шахта, вентиляционная шахта-бомбоубежище. Сегодня огромное число этих бомбоубежищ занято как квест-клубы, как хранилище для магазинов, как общежитие для дворников, людей, приехавших из прекрасной Средней Азии. По своим функциям эти бомбоубежища работать не готовы, так же как не готовы работать многое оборудование, которое, казалось бы, было в сохранности в ведении Министерства обороны. Дальше, дорогие друзья, вы увидите отрывок видео обращения, очередного обращения мобилизованных людей в Краснодарском крае, которые живут в землянках, греются кострами, у них нет связи, они не знают, где свои, где чужие. Дали им автоматы, штык-ножи и крутись, как хочешь, как в том анекдоте, знаете, дали милиционеру, но наняли милиционера на работу, и нет его месяц, второй, третий, за зарплатой даже не приходят. Они ему звонят и говорят, слушай, ты за зарплатой прийти собираешься, он говорит, ой, я думал, дали пистолет и крутись, как хочешь. Вот так вот мы все должны крутиться, как хотим, потому что кому-то там на каблучках потайных захотелось по альфа самцовствовать. Погнали, мужики. Дорогие наши, так сказать, власти Российской Федерации, так называемое Министерство обороны, мы мобилизованные Краснодарского края. Месяц нас типа к чему-то готовили, непонятно к чему, возили туда-сюда, а сейчас, получается, мы находимся где-то в полях Украины, нас просто как собак выкинули, вот реально в полях, ни лопат, ничего с собой нет, из-за бундирания только свое личное, что нам в гуманитарная помощь помогла. Живем просто в поле, нет-нет, привозят какую-то еду, буквально два раза в день, палим костры, рубим деревья, копаем, чем Бог послал, тем, что нам все-таки какую-то часть, там дали калаши и штыкнажи, и ребята, копошитесь, как хотите. Никакой информации нету, командования нету, сидим, блядь, как на иголках, потому что не знаем, где свои, где чужие, ни рации, ни патронов, ни хера нету. Это что, блядь, наше Министерство обороны такое классное? Реджеп Таип Эрдоган, глава Турции, анонсировал проведение телефонных переговоров с, сейчас я грязно выражусь, дважды с Путиным и с Зеленским. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и загляните в описание, чтобы поддержать мой труд. Там же вы узнаете, увидите ссылки на два телеграм-канала и на второй ютуб-канал. Подпишитесь, пожалуйста, на эти средства также. Что ж, дорогие друзья, невероятно чудовищно и прискорбно то, что сегодня вот такой вот жуткий, совершенно бредовый, в кошмарном сне невозможный конфликт между славянами модерирует Турция. Турция, которая выхаживала чеченских боевиков, Турция, которая поставляла там им оружие, Турция, которая получила фактически в подарок от этого бункерного комплекса противоракетной С-400 Триумф, и Турция, которая поставила Киеву кучу беспилотников Байрактар, в отличие от иранских этих велосипедных, мощная штука, которая сгубила невероятное число жизней российских военнослужащих. И теперь Раджеп Таипыч Эрдоган модерирует. Он модерирует российский газ, потому что газ в Европу теперь идет через турецкий поток. Так вот, зачем строили турецкий поток. Он модерирует, как славяне будут убивать друг друга или же будут мириться. И модерирует он, как бы, такие диалоги между Зеленским, вот уж украинец, и, сейчас выражусь, Путиным, вот уж представитель русского народа. И, в общем, дела бредовые, дела чудовищные, дорогие друзья. И я просто не перестаю удивляться тому, как люди ведутся на этот откровенный сатанизм, и прозревание начинается только, когда дело касается их самих. Друзья, поймите, когда это касается кого-то рядом с тобой, это уже касается тебя. Да, 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 потому что ты будешь следующим. Если ты раб, и у тебя рабская психология, то ты примешь такую реальность, когда жрут твоего соседа. Если ты свободный человек, ты придешь ему на поддержку. Пора нам все же отходить от навязанной нам, знаете, такой квазиевропейской цивилизованности, когда каждый сидит по своим норкам и вспомнить главное, дорогие друзья, мы с вами народ. И нам нельзя бросать своих. И для нас с вами свои, это те, кого могилизовали насильно, для нас с вами это все свои. К слову, в этом видео, друзья, один из выступавших, это бывший местный депутат краснодарский, который был за СВО. Теперь его взгляды поменялись. Если вы хотите узнать, как его зовут, заходите по ссылке в описании, в телеграм-каналы, и в одном из них вы увидите пост про этого человека. Что ж, доброго вам вечера, друзья. Помогай боженька. Что ж, пойду в свою депрессию нырять обратно. Хорошего вечера. На самом деле, пострелушки вот этого вот Путина выглядят истинным кощунством. Потому что все далеко не так радужно, как они показывают. Нету молодцеватых, подтянутых, могилизованных. Есть простые мужики. Больные многие из них. С детьми. Женатые. Разнообразные. И всех их согнали неизвестно как, неизвестно зачем. Это просто какое-то издевательство над людьми. Понимаете? Ходят слухи, распускают слухи, что там чуть ли не пристрелили кого-то из могилизованных, который побежал обниматься Путина. Вряд ли это правда, потому что, думаю, там ни одного могилизованного просто не было. Думаю, там все, конечно, работники службы безопасности президента. Но, тем не менее, что реально, так это то, что распространяют информацию, предостережение не поднимать предметы с земли. Я еще раз хочу вам сказать, друзья, не поднимайте предметы с земли. Будь то паспорт чужой, будь то там телефон, все что угодно, не берите. Это могут быть мины-ловушки, так чтобы вы остались в бесконечности. Причем разбрасывать эти мины-ловушки может кто угодно. Как, мягко говоря, не радующиеся нам братья-украинцы, так и те, кто хочет устроить нам всем боевую стимуляцию. Рязанский сахарок. Рязанский сахарок. Рязанский сахарок.